День предпринимателя Тверские бизнесмены отпраздновали громко и с плакатами. 26 мая на площади Славы состоялся митинг. Его организаторы обещали привезти сюда 3000 человек. Однако полицейские, которым пришлось следить за порядком, насчитали чуть более сотни участников. Выразить свое возмущение захотели представители рекламного бизнеса, торговли, пассажирских и грузоперевозок, в деятельности которых власти нашла нарушение закона. К сожалению, ставят везде припуны. С чем мы и боремся? Да не хотим мы бороться, мы хотим работать, кормить своих семей, платить налоги. По словам этих людей, в их жизни сейчас многое поменялось. Участились серьезные проверки их деятельности, а органы контроля буквально завалили всех штрафами и требованиями убрать с улиц рекламные щиты и ларьки. Последней каплей стал тот факт, что местные власти увеличили сумму штрафов для нарушителей в несколько раз. Это ведет к тому, что бизнес обложат штрафами и юридические лица вынуждены будут прекратить свое существование. Претензий в адрес чиновников прозвучало достаточно много, однако тех, кому они были адресованы, на митинг не пригласили. Представители администрации, в свою очередь, отметили, бизнесмены, которым не выписываются штрафы, в городе тоже есть, и их ничего не возмущает. Бизнес должен стать более социально ответственным и законопослушным. Те индивидуальные предприниматели, которые платят в доход бюджета налоги, они, безусловно, заинтересованы в том, чтобы мы убрали с рынка незаконную рекламу, убрали с рынка незаконные объекты НТО и тем самым создали здоровую конкуренцию. Сейчас конкуренция осуществляется вне правового поля. То, что сейчас происходит в предпринимательской среде, в администрации называют переходным периодом, во время которого неизбежны трудности и задержки в принятии решений. Но уверяют, здесь цель одна – сделать рынок цивилизованным. На сегодняшний день проект схемы размещения рекламы подготовлен и проходит согласование в управлениях по охране памятников и безопасности дорожного движения. На нестационарные торговые объекты будет объявлен конкурс в течение примерно двух недель. Размещение объектов нестационарной торговли – это же не только интересы бизнеса, прежде всего это интересы горожан. Поэтому при принятии проектов схемы НТО мы, безусловно, учитывали не только представителей бизнеса, которые в основу конкретные предложения конструктивные были положены тоже в основу, но и представителей общественности. Торги также обещают провести в сфере перевозок и торговли на ярмарках. Таким образом, у предпринимателей появятся возможности законной деятельности в обмен на соблюдение определенных требований, среди которых в первую очередь высокое качество обслуживания тверетян.